Здравствуйте! 6 ноября, четверг. Вы смотрите новости на канале Новороссия ТВ. В студии Екатерина Малова. Сегодня в выпуске. Дни траура объявлены в Донецке. В скором времени Донбасс ожидают выборы в местные советы. В Донецке состоялись первые в ДНР турниры по боулингу и бильярду среди молодежи. 6 и 7 ноября в Донецке объявлен траур. В результате обстрела школы погибло двое подростков. Новороссия ТВ соболезнует утрате. По информации военных корреспондентов, арт-обстрел школы в Куйбышевском районе Донецка унес жизнь двоих детей. Снаряд попал в здание 63-й школы. В это время дети играли в футбол неподалеку. Они погибли от тяжелейших осколочных ранений. Обстрелы Донецка украинскими карателями продолжаются. Наши корреспонденты оказались на местах свежих ран на теле города. Два было точно. Или без 15-ти два. Где-то так. Вот это я шандарахнул, а я на кухне чатил. Как он может мне спасли. Чердак, окно. Окно пробило полностью. В доме там такое вот все. Осколки попали вовнутрь. В кровати. Ну и радио разбило. Разбило забор. Забор, смотрите. Разбило эту трубу, побило дырку. Назовая труба? Да. В результате обстрела из 82-мм миномета повреждены частные дома, институт железнодорожного транспорта, общежития, прилегающие торговые ряды. Пострадало 4 человека. Из них двое студентов. Донецк опять содрогается от звуков арт-обстрелов в Национальной гвардии Украины. В результате прямого попадания горит дом, который находится позади меня по проспекту Партизанский. Горят квартиры. Горит весь дом. Все горит. Это первый арт-обстрел, которому подвергается дом? Нет. Нет. Уже сотый. Бомбят каждый день. Мы как могли так держались. Латали все. И вот к чему привело. Сегодня днем закончили. И с нами, и с квартирами. Квартиры выбиты, сгоревшие. Только за сегодняшний день пострадали следующие объекты. Петровский район, шахта Трудовская. Киевский район. Попадание в район ЖД-института. Улица Дворжика. Район Бутиловского моста. Проспект Партизанский, 37-Б. Детский сад номер 392. Остановка Тучмаш. Улица Чапаева. Улица Светлова. Детский сад номер 389. Куйбышевский район. Улица Лузина. Проспект Колхозный. Проспект Кремлевский. Попадание ВТБ. Попадание в крышу школы номер 41. И это далеко не полный список. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, Давид Худжис. Военные корреспонденты «Гвардейцы Восток». Телеканал «Новороссия». Донецк. Далее сводка Министерства чрезвычайных ситуаций за 5 ноября. В Торезе пожаром в психоневрологическом интернате уничтожена кровля отдельно стоящего складского помещения. Погибших, а пострадавших нет. В Весеноватском районе были извлечены и обезврежены взрывоопасные предметы. В селе Веселом специалисты МЧС осуществили вывоз ранее выявленных взрывоопасных предметов. Среди них – кассетные элементы от РСЗО «Ураган», минометная мина, РПГ. Работы были прерваны из-за артиллерийского обстрела. В Шахтерске по просьбе местных органов власти с помощью пожарной автоцистерны был осуществлен подвоз 8 тонн технической воды населению. Режиссер Юрий Душин привез солдатам армии ДНР книгу маршала СССР Бирюзова «Когда гремели пушки». Об этом наши корреспонденты. Выжженный лес, изрытая боями земля, солдаты, которые готовы к бою. Пусть вас не вводит заблуждение, это пугающая тишина. Потому что буквально в районе двух километров на шахте Донецкая засел территориальный батальон «Волынь», который оттуда ведет огневые удары по нашему краю. Именно сегодня здесь режиссер и продюсер Юрий Душин представляет книгу маршала Советского Союза Бирюзова «Когда гремели пушки», который в свою очередь планировал и принимал участие в операции по освобождению Донбасса от нацистских захватчиков. Как и сегодня это делают наши доблестные воины. Являясь земляком маршала Советского Союза Сергея Бирюзова, режиссер и продюсер Юрий Душин решил издать отдельным буклетом шестую главу книги военно-начальника «Когда гремят пушки», посвященную освобождению Донбасса. Мемуары, повествующие о тяжелой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на территории нашего края, по мнению инициатора акции, станут отдушиной для солдат, которые каждый день ходят по острю лезвия, воюя на передовой. Смотря новости по телевизору, я абсолютно вспоминал все то, что писал Бирюзов. Я даже достал книгу по новой, начал читать шестую главу «Освобождение Донбасса» и удивился. У меня было ощущение, что я смотрю свежие новости, те же города, те же атаки, контр-атаки. Как будто это было буквально на днях и буквально свежие сводки. «Убеждаешься. Перед тобой обыкновенные советские люди, горячо любящие свою родину. Даже удаль у них какая-то по-своему скромная», – писал Бирюзов о воинах нашего края. «Нельзя не согласиться. Огонь, горящий в глазах ополченцев, обжигает врага и согревает жителей Донбасса. Их боевой дух на пике, и не стоит забывать подбадривать его любыми возможными способами». «Донбассу готовили судьбу немецкой колонии. Невообразимые зверства творили там фашисты, стремясь сломить волю свободолюбивых советских людей», – вспоминает маршал. «Я приехал в Донецк для того, чтобы заложить памятник Сергею Бирюзову, но пообщавшись с людьми, понял, что необходимо остаться и постараться оказать посильную помощь в борьбе с оккупантами Донбасса», – комментирует свое решение инициатор мероприятия. «В ополчении нахожусь шесть месяцев, позывной стоматолог, всем доволен. И чем дальше будет, тем лучше будет. Победим, не сомневаюсь. «Мы за дом, за свою землю в очередной раз, сколько можно уже говорить. Это не против украинской власти, не против украинских людей. У нас много людей, которые по-украински разговаривают и живут. Это нормальный язык. А фашисты, с их стороны, да, людей, причемление». Все происходящее относит нас к событиям, случившимся 71 год назад. Идя вдоль линии фронта, бок о бок с ополченцами, написанное на бумаге маршалом Советского Союза, получает свое визуальное подтверждение. Это все такой же самонадеянный враг, не ожидавший такого проявления отваги и мужества людей Донбасса. И это, безусловно, доблестные бойцы, рискующие своей жизнью ради сохранения наших. Донбасс был нужен всей нашей стране. Он давал до войны около 60% общесоюзной добычи угля, выплавлял до 30% чугуна и 20% стали. Так о нашем крае рассказывает военно-начальник Бирюзов в книге «Когда гремели пушки». И спустя 71 год, после событий, описанных автором, можно смело сказать, что разительных отличий в характеристике нашей с вами Родины не наблюдается. Обычный стульчик, деревянный потолок, деревянный пол и листы рубероида. Наверное, украинская армия недооценила донбасских ребят. Судя по увиденному мной, ни хунта, ни нацгвардии недооценили ни эти земли, ни обитатели этих земель. И события, которые описал маршал Бирюзов, будут повторены. Когда ты идешь после смены, широкой дорогой пыля, дороже всего и милее, нам кажется, это земля. И уголь течет из-за боя, широкой черной рекой. Такие сердца у шахтеров, шахтерский характер такой. Дмитрий Подорожник, Дмитрий Русский, специально для Новороссия ТВ. В руках автомат, потому что солдат блестят ордена, потому что война вернулся домой, потому что герой вернулся домой живой. В Украинском Львове с 4 ноября отключат отопление в жилых домах. Городские власти отмечают, что на улицах и так тепло, а дорогой газ нужно экономить. С завтрашнего дня жители Львова останутся без отопления. Городские власти решили приостановить подачу тепла в жилые дома, говорится на сайте Горсовета. Власти Львова объяснили это решение повышением температуры воздуха и необходимостью экономить газ. Престановление подачи топлива позволит нам избежать нерационального потребления газа, а значит экономить его и, соответственно, экономить средства наших потребителей. Ведь с 1 июля 2014 года выросли тарифы на тепло, говорится в заявлении Городского совета. В то же время власти пообещали восстановить подачу тепла, когда температура вновь понизится. В продолжение темы. Приостановлен отопительный сезон в Хмельницком, в Запорожье отопление регулируется по среднесуточной температуре. ПАО «Киевэнерго» рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию для населения с целью избежать возможных веерных отключений света. Глава наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков заявил, что повышение коммунальных тарифов является обязательным. Нет на сегодня другого выхода, как поднять тарифы для населения. Если мы не поднимем тарифы, то не сбалансируем энергетический комплекс и действительно придем к веерным отключениям. Это будет происходить автоматически, сама система будет выключаться, чтобы не развалить энергосистему. Необходимо сделать тарифы прозрачными и экономически обоснованными, заявил Плачков. Глава наблюдательного совета «Киевэнерго» предложил украинцам реже посещать магазины, но отдавать больше денег на оплату коммунальных тарифов. Чиновник уверен, что украинцы слишком часто посещают торговые центры. Харьков «Облэнерго» отключит от электроснабжения все городские насосные станции, обеспечивающие водоснабжение Харькова, а также город Чугуев и Лозовая. Такое уведомление энергетики направили коммунальному предприятию «Водоканал». На сегодняшний день долг коммунального предприятия перед энергоснабжающей компанией составляет 402 млн грн, а ежедневная недоплата по текущему счету составляет около 1 млн. На прошлой неделе стороны достигли договоренности о еженедельном внесении оплаты. Однако «Водоканал» данное обязательство не выполняет, вследствие чего Харьков «Облэнерго» может вновь прибегнуть к радикальным мерам – отключению. Когда именно будет прекращено энергоснабжение объекта «Водоканала», не уточняется. Энергетики надеются, что «Водоканал» будет оплачивать хотя бы текущее потребление.